Приветствую вас. Во-первых, необходимо разобрать мотивацию. Если вещи, на которых вы пытаетесь сконцентрировать своё внимание, вам нужны то зачем, для чего, какую пользу они принесут вам, как вы будете их использовать, что вы будете с ними делать, и вообще, действительно ли это то, что вам нужно. Дело в том, что бывает часто так, что человек не может сконцентрироваться на том, что ему не нужно. Но при этом, при этом, он, этот человек, может сконцентрироваться на чем-то другом. Бывает так, что человеку постоянно что-то отвлекает. И здесь можно говорить о навязчивых мыслях, которые нужно раскрывать через свои желания, через реализацию желаний. А вы, не делая этого, их подавляете и тем самым оказываетесь вот в таком состоянии. Когда, с одной стороны, вам и хочется вроде бы сделать то, что нужно. Но, с другой стороны, вы не можете. И вполне вероятно, что вы в это состояние попадаете целенаправленно, правда, не осознавая этого. Для того, чтобы чувствовать себя беспомощным. И для того, чтобы вам помогли. Но это определенный сценарий, его нужно разбирать. В любом случае, мотивация, это первое. Второе. Есть упражнение, которое помогает удерживать именно в фокусе внимания то, что нужно. Упражнение звучит так. Вы помещаете перед собой простой предмет. Например, стакан воды или белый лист бумаги. И в течении 5 секунд стараетесь смотреть на него и думать только о нем. Если у вас получилось, то вы, значит, делаете перерыв и еще раз через минут 10 пытаетесь сделать то же самое. Если не получилось, то немножечко расслабляетесь и повторяете то же самое только в течении 3 секунд. Задача заключается в том, чтобы во время вот этих 3 секунд у вас не было ни одной мысли, кроме только о предмете. Вот так постепенно, постепенно, постепенно вы можете выправить свое внимание. Можно использовать средства извне. Например, музыку, например, какие-то движения, действия, ну, например, постукивание ногой или что-то еще для закрепления, чтобы вы могли управлять этим. То есть, вот, вы начинаете двигать ногой и в это время вы чувствуете, что готовы удерживать в своем внимании только один предмет. Но здесь самое главное не перестараться, чтобы это не вошло в привычку. Вот, пожалуй, так можно вам ответить на ваш вопрос. Еще раз повторю, что вызывает сомнения ваша мотивация вот концентрироваться на тех вещах, которые вы называете нужными себе. Если вещи действительно важны, если вы действительно хотите с ними что-то делать и не можете, я рекомендую обратиться вам к врачу для проверки работы головного мозга. Вполне может быть, что причина именно там. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Небольшой такой подскриптум, значит, между навязчивыми мыслями и тем, что вам нужно сделать, существуют ассоциативные связи. То есть, в тот момент, когда вы испытываете нужду что-либо делать, запускается желание. Потому что вы подавляли их именно чем-то связанным с этими делами, которые нужно выполнить. Ассоциативные цепочки нужно разбивать. То есть, реализовывать свои желания нужно как во время выполнения тех или иных действий, если это возможно, так и отдельно. И чтобы сами желания не были связаны с тем, что вам нужно сделать. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова